ОПЕК плюс принял решение дополнительно нарастить объем добычи нефти немногим более чем на 600 тысяч баррелей в сутки, после чего стоимость черного золота опустилась ниже 110 долларов за баррель. Тем не менее, по-прежнему сохраняется риск возникновения дефицита энергоносителей, в первую очередь из-за попытки стран Запада регулировать цены на российскую нефть и газ. Именно поэтому потенциал снижения цен на нефть крайне ограничен. Решения, подобные тому, которое было принято ОПЕК плюс, способны лишь на некоторое время привести к снижению цен. До тех пор, пока страны Запада не оставят попыток ограничить экспорт российских энергоносителей, рынок вновь и вновь будет возвращаться к росту стоимости черного золота. Смена торговых интересов в районе уровня 120 долларов за баррель привело к интенсивному снижению стоимости актива. За короткий промежуток времени котировка снизилась практически на 10%, в итоге полностью восстанавливая короткие позиции относительно недавнего восходящего цикла. Сейчас на пути продавцов стоит минимум прошлой недели 104,35, где в случае его обновления под риск пробоя окажется психологический уровень на 100 пунктов. Сохраняющийся риск дефицита энергоносителей вынуждает целые страны и крупных инвесторов формировать их дополнительные резервы. Основной жертвой этого становится золото, которое опустилось ниже отметки в 1800 долларов за тройскую унцию. Крупные инвесторы продолжают избавляться от многих активов и постепенно перенаправлять высвободившиеся средства на рынок именно энергоносителей, будь то нефть или газ. Столь сильное снижение стоимости золота прямо указывает на высокий потенциал возобновления роста цен на нефть. Локально же должен произойти локальный отскок, и на некоторое время цены вновь поднимутся чуть выше 1800 долларов за унцию. Но после этого возобновится все же нисходящая тенденция с последующим закреплением ниже данной отметки. А стабильное удержание цены ниже уровня в 1800 долларов может привести к последующему росту объема коротких позиций, что допускает снижение котировки в сторону значения 1770 долларов за тройскую унцию. Что касается российской валюты. Вчера впервые с конца прошлой недели доллар поднимался выше отметки 54 рубля, но лишь на некоторое время. После чего тут же произошел возврат в район 52-53 рублей за доллар. Судя по всему, итоги съезда российского съезда предпринимателей и промышленников убедили участников рынка в том, что правительство и Банк России действительно готовы пойти на жесткие меры по ослаблению курса национальной валюты. Эти ожидания являются причиной ослабления рубля. И сейчас многое зависит, конечно же, от действий Банка России. Очередное заседание правления должно состояться 22 июля. Но многие полагают, что еще до этого состоится внеочередное заседание, в ходе которого еще раз будет снижена ключевая ставка. Вполне возможно, это произойдет уже на следующей неделе. А на этом у нас пока все, мы продолжаем следить за развитием событий на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. Увидимся в следующем видео.